Это не два отдельных подъезда, а многоэтажка, у которой россияне вырвали сердце. Так жители Изюма говорят о доме на бывшей Первомайской, сегодня улице памяти. В марте прошлого года за Изюм шли тяжелые бои. Русская армия оккупировала часть города и оттуда била по мирным кварталам. Люди прятались в подвалах, а утром 9 марта 22-го на весь Изюм прогремел мощный взрыв. Погибло около полусотни взрослых и детей. Александр Чвалун чудом уцелел, потому что был вне дома. Тела, которые доставали из-под завалов, говорит, было не узнать. Месяц, плюс-минус месяц, еще раз капывали. Ну полтора месяца, что нужно? Тогда из-за постоянных обстрелов спасатели не могли даже подступиться к дому. Работала вражеская артиллерия, снайперы. Поисковые работы спасатели, оказавшиеся в оккупации, начали только спустя несколько недель после трагедии. Среди них был и Александр. Работали одними руками, техники никакой не было. Мы брали перчатки и по кирпичу отбрасывали их в сторону, потому что плиты, перекрытие очень тяжелые. Вручную мы их не можем достать, поднять. Тогда, по данным прокуратуры, нашли 44 тела. Их оккупанты приказали закопать на стихийном кладбище в Изюмском лесу. А когда вооруженные силы Украины освободили город, провели эксгумацию. В целом изъяли 451 тела. Среди них были и жертвы с многоэтажки на улице памяти. Из-за того, что оккупанты хоронили погибших ненадлежащим образом, без гробов, в лучшем случае завернутыми в одеяло, людей было уже не узнать. А ДНК-экспертизы идентифицировали всего 22 жертвы. Их уже перезахоронили. Есть тела, родственников которых мы не знаем. Проводятся соответствующие экспертизы. Молекулярно-генетические устанавливаются профили ДНК. Это все проверяется по базам МВД. Это достаточно кропотливая работа. В городской военной администрации говорят, под завалами могут быть еще люди. И вот сейчас, спустя почти полтора года, спасатели возобновили поиски. Обращаются родственники людей, которые до сих пор не найдены. У них большое подозрение, что при взрыве они находились в подвале. И их не выкопали во время оккупации. За несколько дней возобновленных поисков пока никого не нашли. Работы будут продолжены до полного конца, когда уже окончательно все будет разобрано. И можно будет окончательно сказать, что там уже никого нет или кто-то был. Зато отыскали обломки боеприпасов. В областной прокуратуре говорят, версия об авиабомбе может не подтвердиться. Изъяты обломки, которые в дальнейшем помогут нам установить тип вооружения, которым было произведено поражение дома. И установить командиров подразделений, которые находились на территории Харьковской области. Отдавали приказы на нанесение поражения гражданским объектам. Одновременно продолжаются поисковые работы и в соседнем доме. Он как брат-близнец, тоже с вырванными обстрелами внутренностями. Здесь, по данным городской военной администрации, погибли два человека. В ходе нынешних поисков останков тоже не обнаружили.